Встает советская женщина, общественный деятель и говорит в ответ на какую-то фразу американца, который спрашивает, расскажите нам о ваших сексуальных отношениях. Она испуганно вскакивает и говорит, нет у нас никаких сексуальных отношений. Фрейд, и я с ним полностью согласен, он считал, что есть книжка у него такая, «Бессознательный юмор», замечательная книжка, и он там описывает анекдот как вариант сновидения. Конкретный анекдот разбирает. Вообще он относился к юмору как к варианту сна, такого коллективного. То, что всем смешно, то отражает какие-то очень важные, не вполне осознаваемые вещи. Ну, правда, люди, я не про философию. Что эта фраза может значить, такого? Откуда она берется? Отрицание чего-то. Есть разные формы расслабления. Есть. Да. Ну, занимаются же, и она это знает. Ну, я хочу сказать, что первое, о чем она кричит, наверное, это то, что об этом нельзя говорить. Правда? Второе, что это большое нельзя. А второе, наверное, она кричит о том, что секс есть у вас. Это же советско-американский у вас есть, у нас нет. Да, в этом всегда некая зависть чувствуется. О чем еще она может кричать? Ну, если, вот понимаете, это очень важный такой всегда аспект. Если у нас нету, то где-то это всегда означает, что где-то в неведомых странах, причем в России это всегда очень отчетливо чувствовалось, по преклонению перед иностранцами. Оно у нас всегда было и до сих пор во многом осталось. Потому что это главный мотив любой эмиграции, особенно сейчас массовой. У нас чего-то нету, а там есть. Ну, там, неважно чего, настоящий закон, настоящий порядок, деньги. И что-то еще, 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 чего нет у нас. То есть, сам по себе этот крик предполагает, что где-то там есть секс. Что-то плохо. Не думаю. Нет, с этой точки зрения как раз нет. Я думаю, что в попытке, в попытке, в попытке, но я же ни на чем не настаиваю. Я просто предлагаю некоторые точки зрения. В попытке любой что-то, она что делает? Почему, на мой взгляд, кричит? Какую версию я предлагаю? Иностранцы спрашивают про секс в СССР. Сейчас деталей не помню. А она хочет им это запретить. Поэтому вскакивает и говорит, у нас секса нет. Не о чем. Я пытаюсь. Я, уже в данном случае я. Хотя, я сразу предупреждаю, что, скажем, понимание таких людей, как Лакан, очень трудно, весьма специфично и требует особой работы. Поэтому я буду говорить о своем понимании Лакана, да, а не о лакановском понимании самого себя. Я хочу сказать, что Лакан имел в виду нечто, что он назвал наслаждением другого. Иванова говорила о своем личном отношении, по всей видимости, опираясь на какой-то свой внутренний личный опыт, который, наверное, по отношению к сексу у нее был не слишком хорош. Иначе бы она так резко, эмоционально не среагировала. Но это тоже предположение, построенное из леса предположение. На самом деле Лакан говорил ровно о том же. Он говорил о принципе наслаждения другого. Он говорил о том, что подавляющее большинство людей не получает того, что мы называем именно словом наслаждения на разных языках народа. мир от секса. Но почти всякий человек думает, что кто-то другой это наслаждение получает. В частности, нашей стране в середине 80-х, насмотревшись кино, да и раньше тоже. И все это знают, старшее поколение. Все думали, что там, вот там, в этом была вся проблема. Собственно, это надежда, мысль, она и разрушила Советский Союз. В той или иной степени. Что вот там, вот там, за бугром, они получают, умеют получать наслаждение. А мы нет. И поэтому гора целая всяких разных способов наслаждения, с которыми не был знаком Советский Союз, и в частности, секса, порнографии, правда, в наиболее чистом, примитивно конкретном и первобытном виде, наркотиков и всего остального, что для нас было тайной, что мы считали источником наслаждения, которое есть у другого, но нет у нас. Лакан пытался объяснить. Мы все время находим какие-то источники наслаждения. Ну, не важно, это алкоголь, женщины, мужчины, наркотики. И мы втайне считаем, что вот у другого эта способность к наслаждению сексом есть именно к наслаждению. К такому предельному наслаждению. Окончательному наслаждению. На самом деле, собственно, да, вот об этом уже в сущности фильм очень увлекающегося Лаканом Ларса фон Триера. Нимфоманка. Ну, кто видел, очень советую. Вот, кто видел, тот знает, что это фильм о том, как она потеряла оргазм и бегает в поисках того, как бы его найти вновь, этот самый оргазм. Конечно, но в общем, там в фильме как бы оргазма она не потеряла. но она потеряла то самое лакановское предельное наслаждение. Ну, вот эту способность экстаза, да, раствориться в сексе, погрузиться в него, сделать из него некоторую сверхценность. в этом одна из главных бед человеческих. Он считает, что человек, что наслаждение есть у кого-то другого, а у меня нет. Как правило, он скрывает, таит. Да, ну, Людмила Иванова вряд ли была готова говорить о своих разочарованиях в сексе в ответ на вопросы американцев. Почему? Ну, на самом деле, потому что она бы почувствовала собственную неполноценность. У них секс есть, а у нас нет. мысль о том, что сам по себе секс не является наслаждением, подавляющим большинству людей в голову просто не приходит. Тех, которые считают, для которых секс является чем-то сверхценным. Как для наркоманов, для которых чем-то сверхценным является наркотик и по тем же причинам. Как бы подавляющее большинство проблем с химическими веществами связано с тем, что человек как-то однажды пробует, и первое опьянение у организма, который не адаптировался к химическому веществу, почти всегда, ну, нужно просто это отдельно на эту тему говорить, ну, как бы с погрешностями в среднем. Первое ощущение очень сильное и острое, потому что это незнакомое для организма вещество, и они ближе всего к наслаждению. И это наслаждение замутняет только вот это. Есть некоторый шок у организма от того, что он знакомится с неизвестным веществом. А дальше уже при втором приеме этот эффект не повторяется, он становится все более и более привычным и не вызывает острых ощущений. И люди начинают увеличивать дозы, менять вещество, в общем. Почему? Да потому, что большинство из них считает, что у кого-то там другого это получилось, и он вот этот беспредельный кайф пережил. Хотя на самом деле в самом слове беспредельный кайф есть элемент мифа, да? Как бы этот собственно Лакан пытался сказать вот этот секс другого наслаждение другого. на самом деле миф его не существует. Это проекция, иллюзия. Поскольку люди так или иначе более или менее есть, конечно, исключения из общих правил, точно так же, как с наркотиками, но в большинстве своем люди, разумеется, один биологический вид, и поэтому на сексуальные отношения они их переживают более или менее одинаково. Ну, как бы степень выраженности удовольствия. Но вот этот сам факт наслаждения другого, он куда-то постоянно человека гонит. Он все время считает вот эта история я немножко больше, чем нужно конкретизирую, но да, вот эти крики на тему фрегидные, я они в большинстве своем опираются не на фрегидность, а на отсутствие опыта, да, и как бы но в этом крики, как в крики в СССР секса нет. здесь похоже на желание обладать, пусть то имущество, собственность, деньги и так далее. Ну да, потому что кажется, все время кажется, что другой в лучшей машине испытывает гораздо больше кайфа, и ему этот кайф доступен. Собственно говоря, это уже, конечно, мой сугубо не лакановский язык, по-русски я бы сказал, что получается, что большая часть человеческих отношений построена на зависти. Наркоман увеличивает дозу в первую очередь потому, что он завидует кому-то, кто получил абсолютный кайф. Человек пытается, пускается в отчаянное сексуальное приключение, потому что он считает, что кто-то достиг тех беспредельных переживаний, которых он не достиг. А для этого нужно целая индустрия для этого нужно, которое абсолютно реальное существо. у лакана есть замечательное понятие в рамках этого же второго принципа его психоанализа. так называемое прибавочное наслаждение, как прибавочная стоимость у Маркса. Прибавочное наслаждение это то, что себе человек дофантазирует. А я в каких-то лекциях ни раз и ни два называл плацебо-эффект. Когда я занимаюсь сексом, мы занимаемся сексом с партнером, какую роль в этом занятии имеют телесные ощущения и какую роль наши фантазии или сила наших фантазий друг о друге. То, чего мы недопереживаем телесно, мы дофантазируем. И когда один человек употребляющий наркотики говорит другому, ну как кайфанул, тот очень редко скажет, да так себе, фигня какая-то, дерьмо было разбодяженное, в общем. А он скажет, да, так оттянулся, хотя от чего оттянулся, куда притянулся, понятно, мягко выражаясь, не совсем. в результате тот, который участвует в разговоре, он и почувствует ту самую, то самое наслаждение другого, ту самую зависть. Вот человек же может получить полный кайф, а у меня что-то как-то как-то ну я никому не скажу, я же не буду хуже, чем этот. Так образуются своего рода цепные реакции. И наверное одна из самых сложных задач человеческих это вынуть из себя вот это вот стремление к наслаждению другого и вернуться к наслаждению своему. и тут вот очень важно мне кажется поговорить о том, что такое что мы имеем ввиду под словом наслаждение вообще. И снова я вступаю на следующую зыбкую почву по той простой причине, что каждый использует слова в каком-то своем смысле. Они есть разные. Мы скажем говорили о слове счастье. Ну если я предложу сейчас градацию такую сейчас о счастье много говорили поэтому есть видео аудио где хотите о таких понятиях как разница между понятиями наслаждения и удовольствия или внутреннее или наслаждение и радость мы не говорили никогда по-моему вообще слово наслаждение почему-то не использовали а что человек имеет ввиду под словом наслаждение ну вот вот беспредельный кайф попытка удержать что миг то что мы называем счастливый миг да вот это попытка наслаждение это как бы уже некий процесс то есть пытку удержать этот неудерживаемый миг счастья чего то что мы называем счастье да как мы говорили что отсутствие тревоги это вообще возможность жить нет мы говорили не так мы говорили что это на самом деле счастье это понятие по большей части означающее слово свобода мне воспроизвести я попробую кратко очень ладно потому что это всегда тема для отдельной лекции я всегда шел очень просто я шел от слова несчастье потому что на самом деле несчастье это крайняя степень зависимости в моих взглядах мои ну там как бы чем выше я могу я субъект могу сказать про несчастье про события я ничего не могу сделать тем выше степень несчастья ну больной родственник это несчастье умерший это еще большее несчастье правда и мы всегда говорим в отношении несчастья и оправдываемся ищем причины и говорим в отношении несчастья что я ничего не мог сделать там старался пытался но обстоятельства были сильнее меня я целиком зависел от обстоятельств для меня мера счастья если исходить из несчастья да и же антоним обратно чем больше я управляю обстоятельствами тем выше чем выше уровень в строгом смысле этого слова счастье я испытываю а это мера моей свободы да потому что чем больше я в силах управлять обстоятельствами тем более я свободен если я управляю вроде как всеми обстоятельствами я как отдам чувствую себя как бог я счастлив когда мир обстоятельства реальность иллюзии не важно совпадают с моими надеждами и с моими отчаяниями усилиями как хочешь это назови мир мне отозвался он меня слушается он мне послушан он зависит от меня не от него а если я сделал все что мог и потерял человека то что же насчет да конечно конечно да 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 в каждом месте можем уйти в спор просто хочу сказать я уже это сказал я уже это сказал я сказал я сделал все что мог обстоятельства были сильнее меня я был полностью зависим от обстоятельств и все мои усилия были бессмысленны я их ничего не добился как бы пролонгирование мига счастья я не уверен что это наслаждение так во моих внутренних ощущениях наслаждение удовлетворения и какого-то такого-то стаза выхода за пределы себя в отличие от радости например радость это спокойное чувство все-таки удовлетворение мы называем что в том числе сексуальным что такое удовлетворение я не буду ругаться матом ладно так и быть я хочу сказать что что такое удовлетворение как физиологическое состояние я удовлетворен это расслабление это расслабление если брать оргазм как аналогию то оргазм сам по себе оргазм это резкое расслабление а наслаждение бедная моя и вообще это кстати имеет огромное значение это очень интересно потому что на самом деле если мы рассуждаем таким образом то мы имеем ввиду просто потерю сознания это есть полное расслабление пока мы что-нибудь соображаем у нас что-то напряжено перестал соображать все полностью расслабился труп мышцы не работают вот ведь интересно это скорее имеет отношение к наслаждению ну вот как да очень странная штука которая называется экстремальным спортом ее можно описывать как суицид но во всяком случае на то он и экстремальный что риск тяжелых травм несовместимых жизнью там выше чем где бы то ни было я уж не говорю о всяких разных экстремальных спортах кустарных без наблюдения профессионалов ну там гонки уличные стритрейсинги как это называется скачка по крышам как это паркур спонтанные тренировки по паркуру они зачем это это они для счастья или вот то же самое азартная игра сколько ни говори мы все равно же ведь каким-то окончательным таким выводом не приходим она зачем человеку ну там бывает бывают успехи нет ну как это же вот понимаете получается очень странная вещь или потери сознания ну я кончил простите у меня оргазм я должен оставить это состояние ну во первых ну что я засыпаю это наслаждение нет стремления я расслабленный засыпаю ну там не знаю совсем расслабленный описался с удовольствием понимаете это же наслаждение вам так и скажут мы сравниваем с удовольствием это наслаждение музыкой это происходит какое-то в течение времени сладко сладко это тихий кайф это вспомни детство вот это ну как бы это по-моему когда мы говорим про леденцовую сладость мы скорее об удовольствиях все-таки как бы кто считает леденцы наслаждением поднимите руки как-то маловато для наслаждения правда а вот паркур или экстремальные гонки они ближе как-то правда ближе ближе они это действительно наслаждение и в некотором смысле это похоже даже на то что я говорю про счастье ты управляешь рулишь судьбой в этот момент и все в твоих руках и там и смерти нет подождите сейчас мы мы сегодня не заявляли про сладострасти это во-первых немножко другое во-вторых ну возможно сладострастие оно имеет конечно отношение к наслаждению но я хочу сказать Валь а это вот ну вот нет согласно нет согласно то есть да тебе попалось пирожное с кокаином вот как бы да я хочу сказать что это либо это мы уже сказали потому что это либо прибавочное наслаждение то есть фантазия вокруг пирожного я пирожное знак я сажусь грызу пирожное и мечтаю о красивом юноше на корабле под алыми парусами вокруг пирожного там 100 долларов да как бы какие есть извините вот и как бы первое что я хочу выяснить потому что мы да вот наслаждение это некая длительность с чем не всегда согласен но как бы наслаждение это какое состояние по сравнению с удовольствием это состояние расслабленное или напряженное напряженное считаю я в моем внутреннем сразу противоставляю потому что вот чего важнее это секс или достижение оргазма вот мы где или там где человек наслаждение где подлинное наслаждение когда я переживаю оргазм или когда я занимаюсь сексом это все по-разному мнение голосуем что такое вы серьезно и такие правда как бы для меня для меня для меня или лакана железно поскольку это лакана нет уже так и все это состояние напряженное а удовольствие состояние расслабленное я этими словами так означаю вы можете пользоваться как хотите можете переставить как скажете проблема заключается в том что когда я любуюсь прекрасной женщиной и мечтаю о ней об этом прибавочном наслаждении наслаждении может быть другого я напряжен конечно у меня актуализировано некое влечение разное оно может быть эстетическим для меня наслаждение музыкой это способность сопереживать а сопереживать в большинстве случаев музыку это сопереживать некие страсти очень глубокие иногда страсти композитора если я под музыку расслабляюсь то это ну вот кайф удовольствие а если я испытываю наслаждение то для меня это слово в первую очередь означает острое чувство нет если я наслаждаюсь негой ну и наслаждайтесь я для себя это отношусь к критериям удовольствия не может быть с моей точки зрения наслаждение негой это наслаждение может быть у другого это вот то же самое я в прошлый раз рассказывал могу еще раз рассказать про отдых вот человек целый год работает чтобы отдохнуть и для меня из этого простого посыла берется тяжелая пьянка на отдыхе брутальная потому что ну я приезжаю в этот доступный мне более или менее искусственный отель в более или менее непривычный мне климат я должен переживать какие-то слова вот которые другие да вот коллега говорит нега я сразу ему завидую значит он может испытывать негу вот это полностью отдаться этому кайфу не знаю массажного этого стола на самом деле массаж это кстати очень специфическое наслаждение правда потому что тебя мнут иногда довольно больно как бы я все время приезжая куда-то на отдых испытываю на самом деле наслаждение другого то есть как бы я считаю что другой вот полностью может отдохнуть а я такой недоделок неуклюжий как-то не очень понимаю ну и что тут такого прямо вот того из того супера который я так и ожидал и который нарвался целый год ну вот я сюда приехал и лег лег я на пляже в голове у меня все те же московские мысли у меня больные там проблемы что-то еще инфляция тыры-пыры 8 дыр я надеваю на себя счастливую рожу хотя я понимаю что 45 градусов это мне жарко это для меня шок на солнце лежать нельзя под зонтиком солнце протекает и обжигает в общем но я говорю ха-ха какой кайф потому что я считаю что все отдыхают а я тут урод вот один такой который не очень понимает что это тут такого в этом во всем такого ну прямо такого ну прямо такого ради чего стоило год работать выясняется через некоторое время что сам я расслабиться не могу я полного кайфа почувствовать не могу мне что-то не хватает мне сказали ну тут вот курорт песок рыбки море солнце расслабляйся а я не заняться нечем я хожу туда-сюда как придурок и никакого кайфа не чувствую солнце горячее песок колючий это лежак плохо помыли в бассейне кроме немцев еще и арабы плавают ну я так я имею ввиду на самом деле просто надо понять что это вот то что ты испытываешь я почему это все через себя это испытывает каждый человек ну каждый потому что на самом деле без акклиматизации там без какой-то занятости головы вот такой вот отдых невозможен это наслаждение другого это я считаю что так другие считают что так надо отдыхать и это полный кайф или ты должен быть к этому готов именно в данный момент и в данный ситуации невозможно готовым быть невозможно я приехал невозможно то человек доходит до точки когда он прилетает шлепает невозможно тогда он спит ему хорошо вся кайф 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 но дальше он просыпается выясняется что он прилетел минимум на неделю сгоревшим до дыр с целой кучей всякого разного другого в общем короче говоря да остро это существует и это расслабление я упал расслабился а мы говорим про длинник вы же сами сказали длинник я две недели в этом расслаблении должен сидеть я такую делаю мне это все не нравится ужасно я такую улыбку делаю в лице потому что все кайфуют вокруг на самом деле все чувствуют что-то похожее и все ориентируются на наслаждение другого ну нет опять как из любого правила из этого тоже могут быть исключения но в большинстве своем их нет я просто хочу чтобы вы это поняли нельзя проблема отдыха откуда берется пьянка она берется от того что человек вроде как сам расслабиться не может у него тут все тут я не знаю солнце море сауна там бассейн что там еще массажное автоматическое кресло садишься у тебя под задницей валит блин все есть все есть но что-то не хватает не бы нет нет ты не едешь с ожиданием кому-то лучше ты едешь зная что кому-то хорошо получается что люди употребляют потому что не умеют получать наслаждение конечно и более того в некотором смысле не понимают что это такое вообще все происходит ведь с человеком от того что он вообще не задумывается от своих чувств о своих собственных пытается принимать чувство другого я назвал это стадное чувство завистью я думаю что это точнее потому что человек 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 сказал что человек все-таки состоит из индивидуальных сознаний человечество общество от умения это понять но еще одна вещь я пытаюсь объяснить что то что на мой взгляд на взгляд Лакан большинство называет наслаждением понять довольно сложно потому что это чувство у Лакана абсолютно невыразимое словами и всегда выражающее себя только через действие вот тот человек который на самом деле и всегда связанное поэтому потому что через действие с внутренним напряжением а не с расслаблением более того это нечто что человек может только ретроспективно только потом назвать наслаждением а вмиг когда он его переживает он его практически и не испытывает то есть он его не успевает почувствовать как это происходит например в экстремальном спорте сколько длится прыжок какой-нибудь со скейтбордом несколько секунд на долю секунды когда человек приземляется выполняет его точно он вдруг понимает то острое чувство которое он пережил Лакан он был вообще человеком парадоксальным он всегда сказал что он говорит что вмиг когда человек испытывает наслаждение а не переживает его то есть не вспоминает о нем такое впечатление что наслаждается кто-то другой потому что человек просто не успевает наслаждаться поскольку выполняет некоторое действие а человек вспоминает об этом остром состоянии только потом и более того в наслаждении как кстати говоря и в радости некоторое личное я оценка отсутствует ну какой нафиг оргазм если я переживаю вмиг оргазма я переживаю и думаю как я наслаждаюсь ох как я наслаждаюсь это миг забытья потом я прихожу в себя и говорю пах какое ты наслаждение дорогая правда правда так я говорю но мы обычно его используем так поэтому я специально залезаю в такую безумно сложную непривычную для нас область как лакан но на самом деле вот смотрите у нас же есть вот эта градация слов мы говорим об удовольствии и это что-то для нас же более низкое чем наслаждение качественно менее острое переживание менее глубокое переживание правда радость уверенно все соглашаются с Наташи словами это спокойное чувство удовольствие это расслабление однозначно все имеют ввиду именно это и получается что единственное состояние даже в русском языке просто мы не очень умеем это проводить в этом рефлексии единственное состояние которое означает вот это очень острое переживание всегда связанное с напряжением тем или иным эмоциональным физическим для Лакана всегда телесным он прям очень четко дифференцирует когда ты это начинаешь понимать и дифференцировать ты хоть немножко начинаешь понимать и дифференцировать то к чему ты стремишься потому что в основном ты стремишься вот к этому самому наслаждению другого что происходит с Ивановой ну на мой взгляд максимально полное описание она чувствует что они там испытывают наслаждение а мы тут нет а это же первый международный мост она сейчас почувствует себя выставит всех хуже бедными несчастными людьми без секса и она вскакивает и кричит у нас секса нет повторяю слово в слово с каторазу Лакана там по-моему она на самом деле на самом деле там звучало не в СССР секса нету она у нас нет никаких сексуальных отношений она практически цитировала Лакана сама этого не знаю она хотела сказать у нас это не связано с наслаждением а потом в комментариях она говорила с наслаждением у нас связана высокая чистая любовь и тоже просто удивительно была точна и права почему потому что высокая чистая любовь без сексуальных отношений это действительно наслаждение поскольку держит человека в состоянии постоянного напряжения никакого расслабления кто-нибудь любил высокой чистой любовью подросткам девушку юношу сна нет правда весь как струна когда она позвонит позвонить ли ей что делать кошмарные видения мечты о том как она ты спасаешь ее в переходе от бандитов что-нибудь еще и тогда ты пожалеешь Иванова что ты ранец мой носить не разрешала то что мы наслаждение то что мы называем наслаждением это некие предельные у Лакана минуты жизни поэтому я вспоминаю экстремальный экстремальный спорт ну к чему стремится человек к суициду я могу сказать например про курение в частности про свое и так что это попытка остаться одному в моменты очень активной мысленной работы или в моменты каких-то активных переживаний потому что когда я курю я не говорю я получаю знак это формальное право не участие в общении во всяком случае у меня перекур хотя ну давайте я сразу скажу что я свое курение ни в коем случае не оправдываю я не про то ну да я не могу есть с полным ртом не могу говорить с полным ртом это это на самом деле некие предельные минуты которые Лакан понимал вообще чрезвычайно конкретно потому что он очень широко использовал математику и пользовался он теорией множеств Максима Кантера где есть понятие предела лимита которая собственно говоря я упрощаю конечно до этиатизма открывает вид на новое множество и мы это в общем знаем когда я мечтаю о женщине напряженно мечтаю я собственно мечтаю не о женщине для меня это некоторый знак новой жизни правда как для меня сигарета знак на него права не говорить а думать о чем своем девичьем я на самом деле мечтаю что это чувство это любовь поднимет меня на какой-то новый предел на какое-то новое видение ну в общем нельзя же в этом отказать человеку именно так это и происходит то что мы чувствуем как острое наслаждение на самом деле есть действия и действия чрезвычайно рискованные в том числе и мысленное действие когда мы не мечтаем расслабляясь а что-то напряженно обдумываем Менделеев именно этим словом называл период работы над своей периодической системой именно работы когда вот он извел тонны вычислений схем таблиц информации на то чтобы понять как же все это организовал потом как известно ему это приснилось Эврика он пережил некоторые и дальше возникло расслабление но наслаждением он называл поиск поиск поскольку ну какое наслаждение во сне правда и это то самое что на самом деле Хайдеггер и называл бытием без укрытия в максимально рискованном риске Хайдеггер считал что самостоятельное мышление да как вот мы сегодня сказали почти форма суицида ты мыслишь самостоятельно это уже автоматически само по себе означает что тебя не принимают другие ну или принимают вовсе не в той степени которую ты ожидал когда считал что твои гениальные мысли должны ловить на лету ну а как иначе мыслить самостоятельно это значит мыслить не так как другие а других это напрягает это позыв к бытию их но они на самом деле этого не хотят они хотят удовольствия или счастья быть счастью да в русском языке и переживать или ограничить себя удовольствиями вместо наслаждения это цена ты наслаждаешься ты всегда рискуешь даже если ты наслаждаешься мужчиной или женщиной наши партнеры могут естественно нас не понять не оценить испугаться это же пропасть такая человек предпочитает получать удовольствие средневековые города и венеция тоже они конечно потрясающе они видимо повторяют архетип нашего представления об обществе сакрального поскольку растут из центра как Москва кругами ну или немножко иначе однако их жизнь реальная жизнь это кровь грязь разбой войны ощутить эту жизнь и некую птичью мечту типа ох как красиво а причину этой красоты начать размышлять над ней очень рискованно ты перестаешь расслабляться и впадаешь в некоторое напряжение из которого ты должен сделать какие-то выводы для того чтобы обрести новый взгляд на город за его пределы на историю на жизнь но ты ограничиваешь себя удовольствием расслаблением хотя на самом деле ты давно уже перестал так замечательно расслабляться приезжая в эти города тебе надо наполнить их смыслом твои образы должны стать для тебя чем-то наполненные ты должен напрячься ты должен понять создать новый язык да наслаждение это состояние на пределе с которого можно увидеть что-то новое как Менделеев отдыхом в современном смысле я называю удовольствие и они так как они наслаждались так как инсайты как сказали бы сейчас кайф наслаждение они испытывали на работе смена деятельности то отдых в нашем современном смысле курорт воды соли как бы расслабиться для них был глупостью они этого не понимали мучились все выходные и прибегали потом на работу вот по-моему типичная история про эту разницу как бы я хочу сказать что не мы конечно культура путает удовольствие и наслаждение а я пытаюсь или не выделяет перестает понимать что же такое все-таки наслаждение или что такое подлинное бытие сущность жизни человечества как бы собственно говоря это попытка что такое вот когда мы говорим влияние культуры или там что-то еще что это это на самом деле форма ограничения своей жизни да там я это все время вспоминаю нимфоманка у фон Триера она скажет реабилитационной группе анонимных нимфоманок она скажет вы понимаете я нимфоманка и хлопнет дверь она знает все про свою жизнь она знает что ей надо найти оргазм и всячески ухищряется в том чтобы его найти ничего у нее не получается из этого потому что получиться ничего не может это не ее наслаждение это наслаждение другого это некая это некий секс которого не существует давайте я вернусь по кругу к началу не понимаете запутались удовольствием я могу заменить эту фразу сексуальных отношений не существует я могу заменить фразу удовольствия не существует ну не существует их потому что удовольствие это секс инфантильный ну секс тепленькая водичка мягенькие креслица креслица анатомические креслица в автомобильчике карета это секс детский инфантильный ну такое чувство защищенности материал ласкает это сексуальное ощущение а секса не существует существует секс другого существует некая иллюзия того что вот есть люди которые умеют отдыхать а в большинстве мы можем да но мы приезжаем реально в эти вот наслаждения отдавая периодически за них бешеные деньги и думаем так между нами девочка нахрена а потом мы гоним эту мысль гоним потому что другие же наслаждаются понимаете какая штука реклама же показывает как девушка тащится как брюква в этой я не знаю в этом каких-нибудь водных ванн потом мы приезжаем в реальный этот как это называется спа-центр ну нет ну хорошо хорошо я даже не говорю про плохой спа-центр я говорю про хороший спа-центр но ты ходишь по этим мероприятиям и никак не можешь кончить пережить оргазм в прямом смысле и думаешь вот блин какой ты недоделок все переживают а ты нет я хочу сказать что так думают все ну понимаете какая штука ну это же вот главный вопрос я всегда знаете какой пример привожу я говорю вот дети для того чтобы им объяснить что значит они не понимают что такое расслабиться ну там лет 7-8 в школу идут начинают понимать общественное влияние как бы для того чтобы вам объяснить что такое расслабиться надо сначала напрячь я говорю обычно встали два раза отжались от столов теперь попробуйте расслабить мышцы все понимают понимаете да нельзя нельзя секс сексуальных отношений не существует удовольствия не существует утверждаю я невозможно расслабиться сильнее чем ты можешь ну вот ты расслабился все расслабился там вот рухнул на пляж вот пах как свинья в море там поплескался и оргазм полный все и но проблема в том что больше ты расслабиться не можешь тебе надо дальше напрягаться ты можешь один раз расслабиться можешь конечно но дальше нужно напрячься иначе никакого удовольствия не будет а ты пытаешься расслабляться все сильнее и сильнее и сильнее потому что уверен что все люди вокруг тебя они это я на меня всегда ну я я конечно оправдываюсь потому что на меня на отдыхе всегда смотрят как на идиота потому что если я еду отдыхать я еду с какой-нибудь вот таких размеров книжкой и с чем-нибудь что я не понимаю с какими-нибудь лакановскими средами вот кто когда-нибудь лакановские среды в руках держал тот знает что читаешь два абзаца такое впечатление что ты сошел с ума и не понимаешь никакого языка ни русского вообще ничего не понимаешь вот зато я прочел пару страниц я могу даже расслабляться честно я уже могу мне уже есть о чем думать когда я плаваю да там как бы а мне говорят ты что с ума сошел это же работа это такой вот том ты с собой на пляж носишь нет это правда это честно я да я так но я никогда не придумывал теоретического обоснования мне всегда казалось что вот то есть это я сейчас вот только сейчас придумал потому что на самом деле мне казалось что понимаете какая штука я всегда говорил себе так что красивый вот эта красивая оболочка она просто так не нужна я ее должен над какими-то красивыми мыслями наполнить зачем мне эта красота то вообще как красиво и расслабился и уснул дальше я проснулся полный сил и мне надо эти силы расслаблять избавляться от них ложиться на пляж или идти париться в баню и для того чтобы ну все же расслабляются я иду все расслабляются а я не могу о блин я иду выпиваю стакан водки и опять могу спать или валять дурака и показывать всем какой я расслабленный потому что нельзя расслабиться сильнее я могу либо напрячься либо прибегнуть к каким-то искусственным совершенно вещам углубляющим вроде бы это удовольствие моим привычным способом все дым пошел спасибо за внимание или извините